КБ «Компоновка» В эскизном проекте мы определяем, как будет выглядеть транспортное средство, есть ли экономический эффект от его создания. Мы делаем необходимые расчеты для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться в конструктивном плане. В данный момент у нашей фирмы несколько приоритетных проектов. Первый — это пассажирский юнибус 25-местный и два юниконта. Один подвесной, другой навесной. Сегодня наша численность — 5 человек. Стараемся, конечно, заниматься перехлестной деятельностью, чтобы каждый разбирался в любых вопросах, в любых транспортах. Но в основном, конечно, это у каждого по направлению. У каждого есть определенный транспорт, который он ведет в полном объеме. Мы, получается, работаем со смежниками, например. У нас есть КБ-шасси, КБ-электрооборудование, КБ-кузова. И как бы мы… Ну, сам «Компоновщик» является связующим звеном между всеми отделами. И смотрим, где улучшить конструкцию, где, например, что-то убрать, где-то добавить. Ну, и также параллельно есть служба дизайна, с которой мы обсуждаем тоже расстановку оборудования для придания лучшего облика машине. Ну, и тех же аэродинамических свойств. У нас есть путевая структура, по которой должен двигаться. Соответственно, мы формируем внутренний туннель, который обеспечивает все зазоры безопасности и возможность движения. Далее, по расчетам пассажировместимости, по анализу путевых структур, по которым едет, формируется, например, ширина транспортного средства. Соответственно, мы прорисовываем образующую боковую, которая должна быть. Формируем так называемую базовую контрольную структуру, в которую входят все необходимые плоскости для начала работы. Ну, плоскость пола, габаритные плоскости, верхняя, нижняя, длина, ширина. По результатам этих образующих этих плоскостей приступают к работе дизайнеры, которые уже своим эстетическим видом формируют окончательный облик изделия, которые содержат плавные линии, требуемые форму носа, которые при продувке потом проверяются на минимальный коэффициент сопротивления воздушным. Хочу сказать, что на данный момент в мире нет аналогов транспортных средств, которые привозят контейнеры в таком виде. В основном это навесное, когда сверху контейнер устанавливается на транспортное средство. В этом вся уникальность и сложность конструкции. На данном этапе мы находимся в эскизном проекте и формировании требований до этого транспортного средства. Если посмотреть на экран, то видно, что здесь уже в виде эскизов указаны требования по габаритам. Здесь же можно определить, как меняется контейнер, что он может быть различной величины и по высоте, и по длине. И наше транспортное средство должно учитывать эти изменения и действовать в автоматическом режиме. На экране мы сейчас видим отрисованную часть путевой структуры, полужесткую, по которой будет перемещаться навесной юниконд. Также смотрим в 3D-модели, проверяем, чтобы не было пересечений. Например, при поворотах данный транспорт может проходить виражи, повороты, и чтобы не было где-то итерации. Это начинка машины, тоже компонуем, как я и говорил, со смежником берем подвеску, раму, устанавливаем, смотрим, какую оборотную мелочь поставить. После, например, вставляем систему охлаждения, микроклимат, фреоновую систему, и потом располагаем электрическую часть. Анатолий Эдуардович хорошо разбирается в конъюнктуре рынка, и что требуется потенциальным обладателям этого транспортного средства. И он формирует первоначальный такой облик, что он видит, что транспортное средство, например, должно вмещать порядка 25 человек. И обеспечивает следующие характеристики общие. На основании этих данных у нас начинается проработка этого вида транспортного средства. Например, если мы говорим о людях, которые должны помещаться в данном транспортном средстве, то мы исходим из нормативов, требуемых на каждого человека. Отсюда формируется некий габарит транспортного средства. После формирования габарита мы переходим к понятию, например, комфортности. Сколько человек хотелось бы, чтобы сидели в этом транспортном средстве, сколько стояли, какую высоту потолка мы определяем. Это транспортное средство, которое отвечает минимальным характеристикам и требованиям норм каких-то. Либо мы хотим заложить повышенные. Все исходит из требований. Что значит эскиз? Грубо говоря, мы можем нарисовать эскиз от руки на бумаге. И по этим эскизам на бумаге мы можем приблизительно построить 3D-модель. Например, мы знаем размеры нашего контейнера. Мы знаем, какая у нас будет путевая структура на каком-то этапе. Мы понимаем, чтобы двигаться по путевой структуре, перевозя данный контейнер определенной массы, нам нужно выполнить необходимые требования технические. То есть, чтобы, например, наша подвеска определенным образом работала для безопасной перевозки транспортного средства, чтобы был какой-то грузовой модуль, который безопасно и надежно может перевозить этот контейнер. Это разместить необходимые на сегодняшний момент уже известные какие-то агрегаты, системы внутри этого транспортного средства, которые по сути сформируют его облик и внешний вид. Вначале делается 3D-модель, компоновка основных узлов, потом выпускается конструкторская документация каждого узла, сборочного узла. И, по сути, то, что мы видим в 3D-модели с небольшими, может быть, отклонениями, там 1-2%, по сути, мы увидим это в реале. Редактор субтитров А.Семкин